МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На данный момент есть у вас активных, сочувствующих, скажем так? На данный момент есть порядка ста человек. И надо сказать, что внимание к этой теме, несмотря на то, что та информация, которая была в СМИ, ее трудно назвать особо комплементарной по отношению к нам, тем не менее, как бы это вызвало поступление новых заявлений. Достаточно активное. Если говорить о концепции вашей партии, то в ней прописано, что она считает необходимым возвращение к справедливым принципам государственного строительства и равенству всех народов Эстонии, заложенным в манифесте всем народам Эстонии от 24 февраля 1918 года. И лидеры нового политического движения считают, что сегодня Эстония представляет собой мононациональное государство, в котором не просто игнорируются интересы национальных меньшинств, но и происходит их массовая дискриминация. Почему именно сейчас возникла эта идея, почему именно сейчас появилась эта новость? Что-то изменилось на политическом ландшафте, образовалась ниша? И это правда. О том, как обезлюдил верхний эшелон, можно следить, допустим, потому, как люди, еще вчерашние, вчера бывшие в политике никем, сейчас занимают первые строчки рейтинга. Так не бывает. Президент вдруг стала самым влиятельным политиком. Канцлер юстиции Илья Мадисе, про которую никто ничего не знал до того, как она стала канцлером юстиции, стала самым влиятельным чиновником. Это значит, что политика исчерпалась. И, собственно говоря, если мы посмотрим, то действительно за 25 лет идеи все одни и те же. Значит, для нас, с Мстиславом, это связано с определенной трансформацией внутренней. Мы из правозащитников переходим в политики. Очень известно как правозащитники. Но в защите сидеть надоело. Но у вас у обоих есть и опыт участия в политических акциях и предвыборных кампаниях в частности. На последних муниципальных выборах в 2013 году вы, Сергей, набрали в марту 34 голоса, Мстислав в Таллине 88. То есть, в общем-то, незначительный результат. Не очень много сторонников за вами пошло. Но такой опыт участия в политике у вас тоже есть. То есть тут тоже ничего нового. Я дважды избирался в состав Морозского городского собрания. Был заместителем председателя городского собрания. Так что тут год на год не приходится. Другое дело, что самостоятельно что-то выстраивать действительно очень сложно. И собрались люди, в общем, в семи щелоках уже мытые. Что нас объединяет, это прежде всего решимость сделать эту партию. Вот это точно будет сделано. Так или иначе. А то, что за это время было перепробовано масса разных идей, что-то пошло, что-то не пошло. Помните, допустим, группу Черепанова, добивавшуюся культурной автономии? Сколько усилий на это было положено, и результат оказался нулевым совершенно. Я совершенно не склонен осуждать их за это. Но в данном случае, если ты не пробуешь, то ты не видишь результат. Вы сказали, что в одиночку трудно создавать новую политическую силу. Вы собираетесь объединять, например, с кем-то усилия? Есть такие планы. И сейчас мы изучаем, что представляют собой эстонские левы. Это очень увлекательный процесс, поскольку они очень плотно привязаны к европейским левам. А там, оказывается, наше представление о европейских левах очень серьезно отличались от того, что есть на самом деле, они очень близки, по большому счету, к анахосиндикализму. И это требует такого пристального взгляда, изучения и присмотреть. Но в принципе, если центристы хотят называться центристами, то у них кто-то должен быть обязательно слева. Потому что все остальные в Эстонии справа. Мстислав, несмотря на то, что, как вы говорите, есть вроде бы ниша и политическая ситуация благоприятствует созданию новой политической силы, нужно как минимум четыре составляющих. Это те самые упомянутые 500 членов, что не так уж мало. Нужны сильные региональные организации, нужны яркие личности во главе списков, чтобы собирать голоса. И в конце концов, нужно финансирование, причем немало. И практика всех предыдущих партий, которые у нас создавались, а потом канули в никуда, показывает, что без этого никак. Чего в данном случае не хватает вам больше всего? Это все совершенно верно. Все это необходимо. И в настоящий момент мы только начинаем строить эту партию. Поэтому, по большому счету, сейчас в той или иной степени не хватает всего. Муниципальные выборы, которые состоятся в этом году, не являются вашей целью? Ну, в том числе. То есть к ним вы все-таки собираетесь подойти уже своим списком? У вас есть какой-то конечный срок, которому вы собираетесь объявить, что вот наша партия создана, а теперь мы будем действовать? Здесь вопрос в том, что в местных выборах не обязательно может участвовать партия. Это может участвовать избирательный список. Поэтому мы не ставим в свои цели создать партию именно к местным выборам. Мы там вполне можем идти списками. И здесь интересно, что это не таллиннская группа. На самом деле там подтягиваются ребята из Нарвы, Кохлоярви. То есть интерес есть. Причем от таких неожиданных людей. Это молодые люди, где-то в районе 30 лет, которые уже куда-то там съездили, где-то поработали за границей, вернулись обратно в Идавирума, чтобы поднять свой регион. То есть очень серьезные товарищи. И на самом деле все говорят ресурс, ресурс, деньги и так далее. Ресурсы – это люди. Будут люди, будут и деньги. У нас есть опыт русской школы, которая практически без финансирования. У нас существует 6 лет. Мы держим офис, мы проводим мероприятия, люди ездят за границу. Мы все это оплачиваем. И оплачиваем в основном из членских взносов. Членские взносы, пожертвования. Люди соберутся в организацию, они сами будут давать деньги. Ну, плюс шапка по кругу. Это тоже работает, как показал опыт, когда мы собирали деньги на защиту Алисы Блинцовой и беседе над уголовным преследованием. То есть мы за неделю собрали 5200. Когда вы будете своим избирателям объяснять цели и задачи своей партии, что вы будете говорить? То есть какие перед вами стоят задачи, какие вопросы кажутся вам наиболее острыми? То есть русское образование, вот Мстислав уже упомянул. Прежде всего мы будем делать это скучно. Дело в том, что действительно в Эстонии совершенно назрела новая политическая повестка дня. Я не так давно смотрел ваше интервью с премьер-министром. И, собственно говоря, ваши вопросы ходили все вокруг этой политической попсы. А вот договор с единой Россией. Нет других, более важных тем. Куда делись городские суды? Очень простой вопрос. Мой личный интерес в этой партии, это, наконец, уже даже не возразить, а создать эстонский конституционализм. Потому что эстонцы оказались просто ужасными конституционалистами. Ужасными. Когда я спрашиваю, куда делись городские суды, у нас их потеряли. Это конституционный институт. Давайте завтра потеряем институт президента. То есть, вот на этой ситуации можно построить целую политическую программу. На городских судах? Или на чем? На конституционализме, конечно же. Потому что конституция наша уже перешла в разряд фиктивных. Она настолько оторвана уже от реального законодательства. И самое печальное, что, в принципе, это никого не волнует. Политика стала попсой. И серьезной, скучной, рабочей политикой никто не хочет заниматься. Потому что это скучно. И вы возьмете на себя эту обязанность? А мы, собственно говоря, ее уже тянем 15 лет. Мы тянем ее как правозащитники. Ну что ж, посмотрим, как будут развиваться события. Мы, в свою очередь, будем следить за этой темой. И сообщать о новостях нашим зрителям. У нас в гостях были Сергей Середенко и Мстислав Русаков, входящие в инициативную группу по созданию партии народов Эстонии. Продолжение следует...